Историческое событие в отечественной фармацевтике. На Урале открылся первый в России и только третий в мире завод по производству инсулина. До этого жизненно важный препарат приходилось поставлять из-за рубежа и тратить на его закупку сотни миллионов долларов. Отечественный аналог будет стоить существенно дешевле. Наш корреспондент Алексей Пономарев посмотрел на новое производство. Так, смотрим. Исторический момент. Россия имеет свой инсулин. Все. Вот так, без привычного грохота заводского конвейера, почти в полной тишине, в России началось промышленное производство инсулина. Когда завод в Новоуральске выйдет на проектную мощность 5,5 миллионов литров препарата в год, это не только закроет всю потребность лекарств в Российской Федерации, но и позволит продавать его в странах СНГ. У нас все 6 типов инсулина здесь будут выпускаться. И обычный инсулин, и суспензия, которая сложная инсулин, и миксы, которые самые современные инсулины. На строительство самого большого в стране инсулинового завода было потрачено 3 года и более 600 миллионов рублей. Самое современное оборудование закупили в Германии. Это помещение, где в сухой смеси будет изготавливать инсулина абсолютно стерильная. Фундамент этого цена строили отдельно от фундамента всего здания, на толстой бетонной подушке на глубине 6 метров. Сделано это для того, чтобы стены не подвергались снаружи никакой деформации. Это предотвратит появление в них микротрещин и, следовательно, проникновение бактерий внутрь помещения. Производители обещают, теперь перебоев с поставками препарата не будет. К тому же, Росинсулин будет дешевле зарубежных аналогов на 30%. Соответственно, Россия на закупку теперь будет тратить гораздо меньше средств. Сейчас эта сумма составляет 180 миллионов долларов ежегодно. Судя по статистике, российский рынок один из самых перспективных для зарубежных производителей. 97% инсулина, потребляемого в России, импортный. Значит, статистика по стране следующая. На 2007 год официально зарегистрировано около 2,5 миллионов. По мнению экспертов, эта цифра минимум в три раза ниже реально болеющих. Это означает, что около 4 миллионов больных не подозревают о наличии у них сахарного диабета. Завод в Новоуральске только начал свою работу, но уже все мировые производители инсулина заявили о снижении цен на свою продукцию по российским контрактам на 2008 год. И вряд ли это случайность. С таким мощным конкурентом, как завод на Урале, бороться им будет сложно. Алексей Пономарев, Станислав Романович, Николай Старостин, Вести, Свердловская область.